всем привет это канал фастатый питомец канал о товарах для животных и о самих животных и сегодня на нашем максимальном обзоре сухой корм для кошек сэшел курица и утка так что максимально подробно разберем его состав продегустируем и в конце видео подведем итог подходит ли данный корм нашим с вами котиком так что уставим все поудобнее машем хвостиками и погнали и так давно я вам рассказывал про корм сэшел для собак но кто не видел данный обзор вот ссылочка будет на него можете посмотреть и там я сказал что данный корм в принципе мне понравился в частности корм для кошек забегу вперед скажу что по составу он мне тоже понравился по вкусу еще пока не знаю при дегустации мы с вами это поймем для тех кто не видел данный обзор напомню что корм сэшел выпускается великобритании на одном из мульти брендовых заводов который специализируется на кормах высокого качества высокого уровня и также они единственные в мире которые имеют технологию называемая свежей экструзии которая позволяет добавлять в корм для питомцев до 80 процентов свежего мяса ни один другой завод в мире больше такого делать не может про завод сказал про корм в принципе уже начал говорить ну что же давайте перейдем непосредственно к изучению состава что же нам приготовили товарищи из великобритании также как и собачьим кормом на данной упаковке нет ни одной надписи на русском языке не в названии не соответственно составе кто не видел предыдущий ролик или просто напомню данный корма я покупал в финляндии краски вот совсем недавно и чтобы соответственно показать вам у нас россии он тоже продается не так обширно как другие многие бренды но тоже можно купить ссылочку на один из магазинов я вам соответственно оставлю в описании под этим видео сами сможете посмотреть сколько чего он стоит уже наших российских рублях сразу скажу что здесь производитель к сожалению не указал процентное соотношение каждого своего ингредиента и общую информацию мне пришлось уже добывать непосредственно на сайте производителя и там производителя заявляет что содержание мясных ингредиентов животных белков здесь достаточно высокая но вот по моим ощущениям здесь на на процентов 80 производитель заявляет что 95 но 80 я больше верю но это как говорится лирика итак ингредиент номер один свежее мясо с курицы и утки без костей конечно же как и понятно уже из названия это свежие ингредиенты то есть курица и утка до этого не были подвергнуты никакой либо термической обработке что соответственно позволяет сохранить достаточно большое количество полезных веществ и соответственно аминокислот и подрезанно в корме данный корм кстати производится при температуре 90 градусов что опять же позволяет сохранять достаточно большое количество необходимых важных аминокислот Которая содержится в курице и утке Которые необходимы нашим с вами котикам Это хорошо Следующий ингредиент у нас идет дегидрированная курица и утка Опять же из очень высокоусваиваемых животных белков Которые необходимы нашим с вами котикам А я вам напомню, что кошки являются облигатными хищниками Их основной рацион должен как раз стоять из мяса и субпродуктов По крайней мере процентов 80 должно быть именно так Следующий ингредиент это свежий лосось и форель И как уже понятно опять же из названия ингредиент был свежий до момента того Как он поступил непосредственно на производство корма Это опять же хорошо, никакой термической обработки Это замечательно То есть позволяет сохранить достаточно большое количество полезных веществ в составе ингредиента Опять же лосось и форель это великолепный источник быстроусваиваемых животных белков И конечно же жирных кислот омега-3 и омега-6 Которые, как вы уже многие знаете, необходимы для всего организма в целом Омега-3 участвует и в нервной системе, и в кровеносной И разумеется конечно же кожа и шерсть благотворно отзывается на содержание омега-3 в составе корма Также помимо всего прочего лосось и форель содержат конечно же калий Который необходим для хорошей и крепкой мускулатуры Как я в прошлом выпуске говорил, что при составлении рационов спортсменов стараются добавлять все-таки розовую, ну красную рыбу А не допустим белую, потому что там большое содержание калия Для мышц хорошо Следующий градиент это картофель Это конечно же овощ, источник углеводов, клетчатки и крахмала Как вы уже многие знаете, крахмал к сожалению нужен при производстве кормов для наших с вами питомцев Он краски формирует вот эту гранулу корма И тут как говорится этого не избежать Какие-то производители добавляют злаковые, кто-то добавляет овощи В данном случае производитель добавил картофель Также помимо всего прочего картофель конечно же содержит и необходимую клетчатку для хорошего пищеварения Следующий ингредиент это свежие яйца Как вы уже многие знаете, яйца это великолепный источник животных белков И он является таким эталоном усвояемости белка, то есть 100% Следующий ингредиент также овощ Это батат, это аналог картофеля, содержит углеводы, содержит клетчатку и конечно содержит крахмал Который, как вы уже знаете, необходим для производства кормов То есть все то же самое, что картофель Он здесь есть, но к сожалению этого ингредиента не избежать вот таких вот ингредиентов в составе кормов Следующий ингредиент это горох Его достаточно часто можно встретить в беззерновых кормах для наших с вами питомцев Это очень популярный и как говорится дешевый ингредиент И практически каждый производитель не брезгует его использовать где-то больше, где-то меньше Но использует Ну конечно же это углевод и конечно же это источник клетчатки Но на самом деле у гороха есть интересное свойство Он как бы притормаживает прохождение пищи через пищеварительную систему То есть позволяя пищеварительной системе достаточно максимальное количество питательных веществ из корма впитать в себя Так что это тоже достаточно хорошее его такое свойство Следующий ингредиент это свежая куриная печень Как вы уже многие знаете, это конечно же хороший природный натуральный ароматизатор Чтобы корм был вкуснее и ароматнее для наших с вами котиков Ну и конечно же источник животных белков И следующий ингредиент это куриный жир Также является хорошим природным ароматизатором Ну и конечно же польза жира также есть Благотворно влияет на кожу и шерсть и на репродуктивные органы наши с вами Кошечек Следующий ингредиент достаточно интересный И он характерен как раз таки для данного завода-производителя Это куриный соус Это по большому счету куриный бульон Но в такой более густой, более твердой форме Это конечно же ароматизатор Хороший натуральный ароматизатор И очень важный нюанс Если ваш питомец допустим не аппетитно кушает данный корм Если его размочить, то этот куриный соус Он будет давать аромата еще больше Для этого в основном часто и добавляют Этот куриный соус находится внутри гранулы То есть именно при намокании он как раз таки и будет давать этот ароматик Следующий ингредиент это люцерна Это бобовое растение и добавляется многими производителями Как источник растительных белков и клетчатки В данном случае он находится у нас где-то ниже середины состава И влияние вот этого растительного белка тут минимально Тут скорее всего больше ради клетчатки И больше витаминов и минералов Которые находятся в ее составе Потому что там есть и кальций, и калий, и бета-глюканы И достаточно большое количество различных других витаминов Есть у люцерны два интересных нюанса Это она может влиять на эндокринную систему питомца И также может влиять на усваиваемость различных питательных веществ Но это когда в достаточно большом количестве люцерна То есть если ваш котик где-то на улице будет кушать люцерну То старайтесь этого конечно не допускать Ни к чему хорошему это может не привести Следующий ингредиент это гороховое волокно Ну по большому счету это более дешевая часть гороха То есть это остатки от пищевой промышленности Которые добавляют в корм Опять же ради вот этого свойства, вот этого волокна Вот так вот притормаживать пищу Ну и конечно же это клетчатка Следующий ингредиент это лососевое масло Великолепный источник омега-3 жирных кислот Ну конечно же и омега-6 Как я уже говорил омега-3 и омега-6 Ну влияет практически на весь организм в целом Омега-3 это и нервная система И кровеносная система И кожа и шерсть разумеется тоже хороший ингредиент К сожалению здесь производитель так же как и с кормом для собак Не указывает при помощи каких консервантов Данный ингредиент сохраняет свои свойства И свежесть Но зная данный завод все-таки подразумеваю Что здесь используются натуральные консерванты Следующие ингредиенты я так же как и в корме для собак Объединю в единое целое Потому что их достаточно большое количество Это и клюква Которая хорошо влияет на PH мочи Как вы уже многие знаете В кормах для стерилизованных кошек Достаточно часто добавляют клюкву Как раз таки вот для нормализации кислотности мочи И так же помимо всего прочего Здесь есть и различные травки Корешки, ягодки Которые благотворно влияют на целиком организм в целом На иммунитет, на общее состояние наших с вами котиков Что как говорится не может не радовать Так же помимо всего прочего Здесь добавлены и пробиотики Опять же для хорошего пищеварения Вот и все друзья Вот и весь состав Животные ингредиенты А овощи, травки, ягодки Вот и все Как всегда здесь можете проголосовать Понравился ли вам состав данного корма Ну а мы давайте перейдем к его дегустации И попробуем, что же там такого нам приготовили Перед дегустацией я вам, друзья, напоминаю Что не стоит пробовать корм для домашних животных Не всегда это безопасно А во-вторых, для этого есть я Итак, вскрываем Ну вскрывается так неровно Достаточно плотная упаковка Так же хороший широкий зип-замок Пахнет, кстати Очень так душевно И гранулы прикольные Сейчас увидите Обращаю ваше внимание на цвет гранул И на их форму Такие кругляшки С дырочкой посередине Не знаю, как это будет видно на камеру Ну вот так вот, ребятки Конечно же, извратились Аромат стоит очень такой стойкий Ну, как вы уже помните Здесь достаточно большой крест Натуральных ароматизаторов Куриная печень Куриный жир И, конечно же, бульончик Точнее, куриный соус Гранулы к рукам не прилипают Достаточно вот Достаточно нежирные Хотя смотрятся Очень так Аппетитненько Ну что ж, друзья, давайте попробуем Что приготовили для наших котиков А что я вам скажу Вкус очень даже Бодрый Очень насыщенный вкус Ну вот если сравнивать даже Со вкусом для собак Этот мне больше понравился Очень насыщенный вкус Конечно же, опять же, помним Что здесь есть Природные ароматизаторы Усилители вкуса Есть Присутствует такая Небольшая горчинка От куриной печени Она нравится нашим с вами котикам Структуру гранул Достаточно мягкая То есть Ну не такая сухая Как вот, допустим Достаточно большое количество кормов Ну напоминаю, что корм Приготавливается при температуре 90 градусов Но замечаний нету Нету никакой-либо Жирной пленки у меня во рту Вкус очень насыщенный Ароматный Но и гранулы прикольные Так что, друзья, давайте подведем итог По данному корму Итак, как всегда Сначала Про вкус напомню Вкус мне понравился Имеет место быть Очень насыщенный Очень богатый Так что Замечаний по вкусу нету Ну и гранулы прикольные По составу данного корма Опять же, друзья Как вы видели Особых у меня как бы замечаний и нету Ну, наверное Главное замечание Что, ну, можно было бы Все-таки Процентное соотношение ингредиентов Писать А не то, что мы здесь должны Сидеть и высчитывать И предполагать А сколько же здесь Чего находится Ну, есть такая особенность Вот у европейских кормов Не писать Не знаю почему Но вот у них есть такая Либо Я такой очень привередливый И что мне надо Все подробненько-подробненько Знать про корм Либо, ну, вот Ну, не знаю Но вы, в принципе, сами могли видеть Что первые основные ингредиенты Это у нас идет мясная составляющая Это и курочка И утка И лосось И форель Да, здесь из крахмала Задержащих ингредиентов Это у нас идет картофель И батат Немножко присутствует гороха И, в принципе, все Замечаний по составу у меня нету По упаковке тоже замечаний нету Но, опять же, друзья Ну, наверное, стоит попробовать Если есть такая возможность Мое мнение, что я бы своему котику Такое дал Точнее, не то, что я бы дал Я вот эту упаковку ему и скормлю Кому будет интересно Может, через некоторое время Спросить меня в инстаграме Как себя чувствует мой котик Но, хотя и так Многие, кто интересуется Чем он питается Прекрасно знают Какие в приоритете у него корма И с каким, соответственно, содержанием Так что, вот, друзья Напоминаю, что в данном видеоролике Я высказал исключительно свое мнение Которое может отличаться от вашего мнения И, конечно же, от мнения производителя Кормить или не кормить своего котика Данным кормом Решайте только вы, а не я Ну, а всем хорошего настроения Не забываем ставить лайки Подписываться на канал Если вы до сих пор этого не сделали И, конечно же, друзья Всем хорошего настроения Держите хвост пистолетом И пока! Субтитры подогнал «Симон»